Тольятти Азота На пяти площадках Тольятти в Центральном и Комсомольском районах находились активисты, выделявшиеся яркими жилетами и касками. Они раздавали листовки и собирали подписи неравнодушных горожан под личным обращением к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, в котором ТААЗовцы просят заступиться за предприятие. Почему вы поставили свою подпись? Потому что это рабочие места, а почему бы и нет? А кто говорит, что там против что-то еще? Почему мы против должны быть? Я тоже поставила свою подпись в поддержку руководства ТААЗа и против рейдерских захватов, потому что я как жительница Комсомольского района против разрухи в Комсомольском районе, потому что когда нормально работал ТААЗ, Комсомольск строился, все было в порядке, а сейчас не до строя. Вот эти вот долгострои замороженные, людей никуда не пускают, в аренду помещения снять невозможно, потому что никуда не пускают, все ТААЗовские объекты законсервированы практически, это безобразие. Среди активистов Комитета рабочей обороны Тольятти, собиравших подписи, были и молодые работники завода, и ветераны Тольятти Азота, остро переживающие за свой родной коллектив и недовольных ситуаций, сложившейся вокруг завода. Я проработал на заводе более 30 лет, в настоящее время две дочери работают на заводе, поэтому мне близки дела завода и интересы завода. Ну, люди реагируют по-разному, но основная масса, все говорят, что да, действительно завод принимает посильное участие в жизни района, города и с удовольствием оставляет подпись. Акция по сбору подписей проводилась в парке и на набережной Комсомольского района, рядом с супермаркетом «Лента», торгово-развлекательным центром «Космос», а также на площади в центральном районе Тольятти. Тольятти Азот долгое время находится под давлением и страдает от противоправных действий миноритарных акционеров. Антикризисный комитет рабочей обороны Тольятти целенаправленно привлекает внимание федеральных и региональных властей к ситуации вокруг Тольятти Азота. Нас поддерживают, нас понимают и нас слышат, но вот, к сожалению, нас слышат только простые люди, а власть, ну, увы-увы, но будем надеяться, потому что если мы будем молчать, то нас вообще никто не услышит и ничего мы не добьемся. А так все-таки нам очень хочется. Предприятие значимое, предприятие градообразующее для Комсомольского района, очень много сделано для Комсомольского района. И жители Комсомольского района это понимают. Да и наши работники живут тоже, наверное, процентов 60-70 живут здесь, в Комсомольском районе. Это не только центр Комсомольского района, это и Шлизово, это и Поволжский, это и Жигулевское море. И, в общем-то, везде мы находим отклик-отклик. Представители антикризисного комитета рабочей обороны Тольятти обращаются в городские общественные организации, управляющие компанией, медицинские учреждения Комсомольского района с просьбой поддержать градообразующие предприятия. Антикризисный комитет собрал более 4 тысяч подписей тольяттинцев. Информирование общественности и акции в защиту Тольятти Азота будут продолжаться. Продолжение следует...